Всем привет! С вами видео на ITC UA, я Алексей Тараненко и Samsung i5700 Spica – аппарат, который имеет все шансы стать первым народным Android-коммуникатором. Spica выглядит как типичный Samsung с сенсорным дисплеем, лишь логотип Android выдает мне уместенную сущность. Под экраном расположен полноценный блок функциональных клавиш, они механические. Подсветка отсутствует, в темноте это иногда доставляет неудобства. На боковых гранях регулировка громкости, кнопка запуска камеры и разблокировки. Все разъемы на верхнем торце. Открыв заднюю крышку, получаем доступ к карте памяти и сим. Батарею доставать не нужно. Задняя поверхность коммуникатора матовая, практически не маркая. Внешность Spica полностью соответствует его сути. Простая рабочая лошадка, неброская и удобная. Ямкостной дисплей очень удобен в работе. Его отлично дополняет клавиатура, особенно незаменимая зимой при работе в перчатках. В отличие от Galaxy, матрица здесь не AMOLED, а TFT, но цвета хорошие, достаточной яркости. Немного неудачен механизм разблокировки. За нее отвечает клавиша вверху, которую нужно нажать и держать. Работает аппарат под управлением Android 1.5. Интерфейс стандартный, никаких надстроек нет. Клавиатура не имеет части русских букв, неудобна работа с контактами. К счастью, все это можно заменить сторонними утилитами из Market. Таким же способом добавляется передача файлов по Bluetooth в другие функции. Samsung не стал делать для Spica свой интерфейс, дав возможность пользователю настроить его на свой вкус, а вот мультимедийные возможности расширили. Здесь нет радиоприемника, а музыкальный проигрыватель стандартный. Но зато этот коммуникатор из коробки способен воспроизводить неконвертированное видео. Достаточно просто залить его на карту памяти. Стандартные DVD рипы проигрываются без проблем. Спика один из самых дешевых Android-коммуникаторов на рынке, с хорошими мультимедийными возможностями. А устаревшая версия операционной системы – недостаток временный. Обновление не за горами.